Была бьена в начале на обгонку культуры университета, госуниверситета. Новый руководитель госуниверситета отказал в предоставе в зал, потому что их попросило движение гомосексуалистов отказать в зале. Отказать в том, чтобы люди узнали реальную статистику, реальную социологию, это выявление как общественный политический гомосексуализм. Далее был объявлен зал в университете Улим. И даже все было обозначено, даже напечатаны объявления, красочные, цветные, чтобы быть развязаны по всему городу. Но, опять-таки, руководство университета рассказало, что мы не хотим выступать и показывать людям ничего, что можно воспринимать критическое по отношению к гомосексуальному движению, потому что это повредит имиджу нашего университета. И когда уже было ясно, что в отличие от других городов Молдавии, в Кишиневе ничего не получится, кто-то подал идею. Обратитесь к Шелину, где можно залы есть, и сейчас он их закрыл в знак протеста против определенных политических решений в парламенте. Ну и я, как человек неполитический, обратился к господину Шелину и попросил. И, как вы видите, никакие давления гомосексуальной общественности не возымели к действиям господина Шелина, и зал был предоставлен. Но, к сожалению, мы не успели за это короткое время, это имеется в виду с пятницы, с вторника, переориентировать на собрание и на оповещение правильных людей. И сейчас я знаю, что две группы находятся в Патрии Центре, вместо того, чтобы в Патрии в Украине Дорожка. Но это, естественно, недостаточное объяснение тому, почему нас так мало. Это потому, что гомосексуалистов больше, а нас меньше. Потому, что мы здесь находятся так мало людей. Вы лично нет, но те, которые есть отцы, были в лес, но не прибыли, а в лес. Я попрошу передать, я предоставлю слово профессору Олу Камерону. Я попрошу господину Аширину сказать пару слов о том, как мы здесь могли собраться. Вопрос даже не в том, как мы могли собраться, вопрос у нас по-другому. У нас в стране есть Конституция, и мы все говорим, что она нас защищает, мы живем в нашей Конституции, но мало кто из вас хотя бы однажды взял в руки свою родную Конституцию и просто ее прочевает. Так же было и с законом о равнице шанса. Какие-то политики выступали против этого закона, какие-то политики выполняли обязательства принять этот закон, и мало кто вникал даже в суд закона. У нас в Молдове очень правильная Конституция, очень правильные законы, и у нас абсолютно нет никакой необходимости было принимать закон о равнице шанса. Почему? Потому что наша Конституция была принята, но не нами, мы не знали, как правильно делать Конституцию, и мы посоветовались с Европой, и Европа нам помогла сделать одну из самых лучших Конституций в мире. У нас одна из самых демократичных Конституций в мире, особенно в части равенства прав граждан. И по национальному признаку, и по религиозному признаку, и по пологовому признаку. У нас есть права для людей с различными взглядами, религиозными и политическими, и для людей с различной сексуальной ориентацией у нас есть права. У нас нет ограничений, что человек, который выбрал какую-то определенную форму сексуальной жизни, не имеет права работать в детстве. и у нас мало кто задается вопросом и интересуется сексуальным беспятным, и человек не демонстрирует это. Однако, европейцы настоятельно принятие закона, и я вынужден, как человек, который выступал активно против этого закона, был просто его прочесть. Статья первого этого закона в области прошу обратить внимание на это, что закон, то есть там область применения закона, что этот закон распространяется на территории Республики Молдовы для граждан, находящихся на территории Республики Молдовы. Что кроется за простым словом находящихся на территории Республики Молдовы? За этими словами кроется, что этот закон для иностранных граждан. Потому что когда говоришь для граждан Республики Молдовы, то есть распространение граждан Республики Молдовы и находящиеся на территории Республики Молдовы, тогда это и для нас, которые здесь Молдовы считают родиной своей и для тех, кто к нам приезжает. Но закон не говорит о гражданах Республики Молдовы, а говорит о тех, кто находится на территории Республики Молдовы. Значит, этот закон обязывает государство выполнять некие обязательства по отношению к тем, кто находится на нашей территории. При этом, по отношению к гражданам Молдовы дискриминационные меры применяются. То есть мы, граждане Республики Молдовы, не имеем права собираться больше двух и обсудать тему сексуальной ориентации. Мы, граждане, не имеем права писать на эту тему или публиковать какие-то материалы в интернете. И мы, граждане, не имеем права собираться больше двух и делать марши, чтобы высказывать свою позицию как граждане Республики Молдовы по отношению к тем, кто занимается нетрадиционными формами секса. Также никто не имеет права ограничивать доступ к гражданам Молдовы заведения, которые культивируют и пропагандируют. То есть клубы, дискотеки. То есть мама не может запретить своему ребенку пойти в клуб для гейб или лесбиян. Если она это делает, то ребенок имеет право обжаловать специальные комиссии, которые предусмотрены в этом законе, что родители не пускают его в этот клуб. И существует уголовная ответственность. Административная уголовная ответственность для ведомств, министерств, организаций, родителей за то, что ущемляется права уже граждан Республики Молдовы принимать эту культуру. И самое страшное, что этот закон предусматривает обязательство государства разъяснять в школах детям о том, что есть такие половые связи, однополые связи. И возникает конфликт воспитания домашнего, родительского воспитания, который, как правило, пропагандирует культ семьи. И конфликт члена семьи молодого человека, которому в школе объясняют, что есть такие половые связи, что там нормальные половые связи. И что государство защищает его, если он поменяет традиционную половую связь на нетрадиционную. То есть фактически закон состоит из двух частей. Первая часть – это защита на страны граждан, которые пропагандируют однополые враги, которые коммерциализируют, там так и написано. Их защищает и карает наших граждан, если мы пытаемся пропагандировать. То есть высказываться против этого, устраивать марши, говорить, писать или в домашних условиях препятствовать, чтобы молодой человек поменял сексуальную ориентацию. Для Молдовы это не только закон, который чужд нашей культуре, духовности. Но это закон, который навязывает этот новый образ сексуальных отношений. И когда я задался вопросом, а почему так важно, чтобы именно в Молдове появился этот закон? Не во всех странах Евросоюза другие страны приняли этот закон. Невозможно, чтобы итальянцы позволили себе, чтобы такой закон функционировал на территории Италии. То есть около 8 стран только приняли аналогичный закон в Европе из 27 стран Европы. Но почему было принципиально, чтобы на территории одной из стран СНГ функционировался закон? Потому что были приобретены 2 турбазы в одном годах. Они объединены уже. Между ними раньше был забор. И там будет создан такой международный центр, где молодые люди из стран СНГ будут приглашаться для кастингов, для учебы. Чтобы они в последующем создавали неправительственные организации в странах СНГ, чтобы, мягко выражаясь, эта зараза расползалась и расклевала нас. Не вопрос нашей морали. А вопрос в том, что у нас уже есть устои духовной, культурной и традиции семейной. И им это не нужно. Когда говорят, что это не нужно каким-то кастом, геев или резьбиям, и что...